МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, каковы итоги основные этого года? Действительно, у нас министерство стало очень большим. Как вы знаете, мы объединили министерство общего образования, министерство профессионального образования и науки. И у нас, конечно, расширились и наши направления деятельности. И весь этот год действительно прошел под такой эгидой объединения, я бы сказал. И было достаточно много различных и проектов. Начато, да, и много крупных мероприятий мы провели. Этот год у нас прошел под таким именем народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, столетие которого мы отмечали в мае этого года. И надо сказать, что вся общественность педагогическая подошла с большим энтузиазмом к тому, что мы отмечаем именно столетие. Было проведено множество мероприятий и на местном уровне, и на республиканском уровне. И даже мы провели мероприятия на международном уровне. Так что весь мир узнал, кто такой Михаил Андреевич Алексеев. Мы провели международную азиатскую физическую олимпиаду. Это очень престижная олимпиада. К нам приехали 23 команды из 22 стран Азии. И увидели нашу республику. Были очень восхищены на самом деле, что у нас здесь происходит и природой, и вообще отношением с нашими людьми, и уровнем проведения мероприятий, что нам тоже очень приятно. И, конечно, вот это крупное мероприятие позволило нам, России, республике, заявать определенное место в международном образовательном пространстве. И вот то мероприятие, которое мы уже в следующем году планируем, международное, уже отозвалось достаточно много желающих принять участие. Ну вот из того, что кроме азиатской физической олимпиады мы провели, из крупных мероприятий, которые мы впервые провели, я бы отметил, во-первых, первый республиканский съезд учителей русского языка и литературы, первый форум республиканский учителей изобразительного искусства и музыки. Также мы провели первый всероссийский уже съезд учителей родных языков и литературы коренных молодчисленных народов Севера и Сибири. И также в этом году мы отметили 95-летие создания нашего министерства. И еще один крупный юбилей, который имеет отношение к образованию, это 80-летие нашего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева, который, конечно, внес очень большой вклад в развитие образования. Это тоже мы отметили, провели ряд мероприятий, посвященных его 80-летию. Ну и надо сказать, что благодаря поддержке Егора Афанасьевича, главы нашей республики, впервые в этом году мы учредили почетное звание «Народный учитель Республики Саха-Якутия». Ну вот, если вкратце говорить, то вот такие итоги уходящего года. Вот большой акцент у нас в республике все-таки делается на дополнительное образование, да? И на раннее образование детей. Расскажите, как в этом плане у нас обстоят дела? Что нового, что изменилось? Да, действительно, значит, дополнительное образование – это тот самый ресурс, который позволяет как-то персонифицировать образование. То есть каждый ребенок может пройти по своему индивидуальному образовательному маршруту. Если в школе все изучают одни и те же предметы, то в дополнительном образовании ребенок уже может выбрать то, к чему он предрасположен. Ну и, соответственно, наша республика на самом деле является, не побоюсь этого слова, одним из лидеров в этом направлении в России. Это отмечено не только нами, не мы даже это говорим, да? А вот у нас прошла буквально на днях межрегиональная конференция по дополнительному образованию. К нам приехали представители различных регионов. Действительно отметили, что в республике очень большое внимание уделяется именно дополнительному образованию. Ну, достаточно сказать, что мы два федеральных проекта, в которых мы участвовали, мы выиграли конкурсы, да? Это и по персонифицированному финансированию, и по внедрению новых технологий дополнительного образования. Вот это позволило нам, в частности, открыть детский технопарк в Анторе. Мы получили федеральное финансирование на 57 миллионов рублей. Значит, это позволило нам приобрести оборудование, подготовить наших педагогов. Они прошли курсы, значит, в Москве. Ну, и, соответственно, мы также уделяем внимание не только научно-техническому творчеству, да? Вот этому направлению, которое сейчас наиболее востребовано. Но и продолжаем уделять внимание и развитию, и физической, значит, культуры, и творческим направлениям, да? Ну, и вот в этом году мы также на международный уровень выходим, да? При поддержке ЮНЕСКО мы начали проект «Международный центр Дети Арктики». Это тоже проект по дополнительному образованию. Что касается раннего развития детей, да? То у нас есть хороший проект «Одаренный ребенок». В нем участвуют у нас более 100 учреждений образования, начиная с дошкольного возраста. Мы считаем, что каждый ребенок «Одаренный» и хотим раскрыть все его способности. А каким образом можно проверить вот эти способности? Что для этого нужно сделать? На самом деле нужно просто внимательно относиться к своему ребенку. К своему, я имею в виду, и родителям, и педагогам, да? И если внимательно за ним наблюдать, что ребенку интересно, да, значит, это как-то фиксировать, то вырисовывается определенная картина и становится ясно, в каком направлении ребенок может развиваться. И вот у нас как раз-таки вот этот проект «Одаренный ребенок», он как раз-таки направлен на то, чтобы по 10 направлениям одаренности выявить те направления, которые характерны вот для каждого ребенка. И специальный инструментарий у нас для этого вот такой имеется, карта наблюдений за ребенком. Вот, кстати, о наблюдении за детьми. Мы все знаем, что вы являетесь членом Президиума Шахматной Федерации Республики. И ваши дочери неоднократно становились чемпионками различных уровней, в том числе и мировых, на шахматных турнирах. Вот Аина Егорова буквально недавно стала чемпионкой Республики снова. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с поддержкой именно у нас Республики шахматного вида спорта, так скажем? Да, вот на самом деле в Республике всегда уделялось внимание вот таким интеллектуальным направлениям в спорте. Это и шашки, как вы знаете, у нас много очень высоких достижений. Но шахмат, надо сказать, более популярный вид спорта в мире, поэтому достижения у нас там поскромнее, но тем не менее имеются. Но я бы хотел отметить, что мы, Министерство образования и науки, развиваем шахматы, но не только как спорт, а скорее даже больше, чем как некий инструмент развития личности. То есть и интеллекта, и определенных качеств ребенка, да, есть специальный, значит, такой курс Игоря Георгиевича Сухина, который вот является тем самым инструментом развития ребенка через шахматы. Это такой достаточно долго опробировавшийся курс, и мы его внедряем более чем в 100 школах, да. Ну вот буквально на недавней встрече, которая у нас была с Кирсаном Николаевичем Лемжиновым в Москве, мы обсудили возможности расширения этого проекта. Он поддерживает сейчас новый курс, который подготовили тоже шахматные специалисты. Он немножко отличается, не трехгодичный, четырехгодичный, да. Но мы думаем, что разные формы возможны. И тоже вот буквально недавно у нас вышел приказ Министерства образования и науки о деятельности в этом направлении. Владимир Анатольевич, хотелось бы, конечно, узнать еще, как на сегодняшний день у нас обстоят дела со строительством школ и детских садов. То есть такой вопрос достаточно. Да, ну вот на самом деле этот вопрос действительно очень актуальный. И вот, как вы знаете, это наиболее актуально в городе Якутске, поскольку здесь такая напряженная ситуация, скажем, да, с местами в школах. Ну, надо сказать, что и в Улусах, в районах тоже на самом деле, вот из-за просто того, что все наши школы строились примерно в одинаковое время, где-то 60-70-е годы, сейчас уже пришли в негодность, да, требуется замена такого аварийных и ветхих школ. И в этой части и правительство, и республики нашей, да, и правительство России уделяют очень большое внимание. Значит, есть федеральный проект, который направлен именно на ликвидацию второй смены. У нас действует программа, да, мы должны до 2025 года ввести около 60 тысяч новых мест. В этом году мы построили... То есть, а закроет ли потребность вот это число построенных школ, учреждений детских? Да, ну, мы считаем, что вот это вот как раз-таки расчетные цифры, да, которые говорят о том, что вот именно вот эта цифра, она позволит закрыть потребность, да, но, конечно, проект, видите, длительный, до 2025 года, вот, ну, достаточно сложный для реализации, да, но в этом году мы построили 9 школ, 22, 27 детских садов. Вот что касается детских садов, да, получается, что сейчас президент республики, страны Владимир Владимирович Путин буквально недавно сказал о том, что будет федеральная поддержка, такая серьезная, да, и сейчас как раз работа ведется в этом направлении. Мы хотим привлечь различные возможности к этому, да, и инвестиционная программа, и государственно-частное партнерство, вот, и программа «Добрые дела». Владимир Владимирович, а скажите, пожалуйста, какое решение было принято Рособорнодзором в части национальных школ, будут ли какие-то изменения? Ну, вот проверка Рособорнодзором, да, действительно была у нас, поскольку, как вы знаете, Владимир Владимирович Путин, ну, соответствующее поручение давал по проверке, как у нас в регионах проходит вот эта вот языковая политика, скажем, да, обучение государственным языкам, да, у нас эта проверка коснулась вот в части исполнения федеральных законов о государственном языке Российской Федерации, о родных официальных языках Российской Федерации, да, ну, и, соответственно, я бы хотел сказать, что мы достаточно неплохо прошли эту проверку, то есть наши нормативно-правые документы соответствуют. То есть никаких особых изменений не должно быть? Вот, я бы хотел сказать, что действительно правительство Республики и предыдущее руководство Министерства образования, да, оно уделяло в это внимание очень большому, большое внимание вопросу и сохранения и родных языков, и развития русских языков. Владимир Владимирович, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Я вас поздравляю с наступающими праздниками, желаю исполнения всех целей, поставленных перед Министерством. Нашим телезрителям я напоминаю о том, что Министр образования и науки Республики у нас был в гостях. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.